Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим оборудование мясокомбинатов для посола мясного сырья. При посоле в продукте накапливаются посолочные вещества. Хлорид натрия, нитрит, натрия, сахара и другие, от количества которых зависят его вкус, аромат, цвет, консистенция, а также устойчивость к действию микроорганизмов. Посол проводят при сравнительно низких температурах, не выше 4 градусов Цельсия. В мясной промышленности посол применяют при обработке шкур. Производстве колбасных, кулинарных, копченых, соленых и консервированных продуктов. В этом видео подробно рассмотрим оборудование для посола шкур, оборудование для посола мяса, а также технику безопасности при работе с этим оборудованием. Оборудование для посола шкур. При обработке шкур посол применяют в целях консервирования. Под консервированием шкур понимают такую обработку, которая обеспечивает сохранение качества во время хранения, передачи или транспортирования шкур на кожевенные заводы. Различают следующие способы посола шкур. Сухой. Посол сухой солью. Мокрый. Тузолукование. Посол в рассоле. А также комбинирование этих способов с применением или без применения сушки. И обработке шкур кислотно-солевой посолочной смесью. Последняя представляет собой смесь поваренной соли, алюма, калиевых квасцов, хлорида, аммония и других веществ. Сухим и мокрым способом солят шкуры крупного рогатого скота, свиней, лошадей, верблюдов, а шкуры мелкого рогатого скота только сухим способом. Для посола применяют специализированное оборудование периодического. Посолочные чаны, гашпили, подвесные барабаны и непрерывного барабанные и шнековые аппараты действия. Посол шкур с сухой солью осуществляется вручную или механизированным способом, а посол в рассоле исключительно механизированным способом. Посолочный чан представлен на слайде. Рабочая часть чана с желобчатого или прямоугольного сечения, стенки чана железобетонные, кирпичные или деревянные. Для загрузки и выгрузки шкур и удобства обслуживания чаны устанавливают так, чтобы их верхний срез располагался над уровнем чистого пола на высоте 0,2-0,75 метра. При загрузке вручную. И на высоте 1 метра при механизированной загрузке. Дно чана должно иметь уклон в сторону отвода тузлука не менее 5%. Шкуры загружают в чан вручную или с помощью специальных приспособлений. В последнем случае применяют кошки, тельферы, кран-балки, лебедки. А для укладки шкур, рамы, решетки, кассеты, стеллажи, прижимы против всплывания и прочего. Их укладывают в штабеля на решетки по 75 шкур крупного рогатого скота, 150 шкур целых свиных или бараньих, или по 300 свиных, одна на другую мездровой стороной вверх. При укладке в штабеля каждую шкуру посыпают сухой солью 25% массы парных шкур, образуя равномерный слой. Шкуры на решетках помещают в чаны с тузлуком на 18-20 часов, после чего решетки со шкурами поднимают. Шкуры выдерживают на решетках в течение двух суток, без дополнительной посолки. Чаны рассматриваемой конструкции вместимостью 5-8 кубометров комплектуют по нескольку штук, в зависимости от производительности, и снабжают трубами для подвода холодной и горячей воды, смесителями, душевыми приспособлениями, задвижками, регулирующими слив тузлука в приямок, откуда он направляется на повторное использование, регенерацию или сливается в канализацию. Приямок сверху закрывают откидными плитами, позволяющими безопасно обслуживать чаны, и наблюдать за состоянием приямка. Для спуска рассола в чанах предусмотрены задвижки, клапаны или пробки с условным диаметром прохода 50-100 мм. Их открывают при помощи ключа или тяги. Маховичок которых монтируют на уровне верхнего среза резервуар. Подвесной барабан БХА представляет собой цилиндрический резервуар с полыми цапфами в подшипниках, смонтированных на стойках. Резервуар изготовлен из деревянных досок, стянутых стальными обручами. К днищу прикреплены деревянные доски и фланцы. Несущие на себе полые цапфы. Шкуры загружают и выгружают через люк с откидной крышкой. Рассол и воду подают через трубу к полой цапфе резервуара. Слив осуществляется самотеком через загрузочный люк. Барабан вращается от отдельного привода. Технические характеристики различных модификаций подвесного барабана представлены в таблице на слайде. Гашпиль – это деревянный или железобетонный резервуар с желобчатой формы, снабженный стационарной или передвижной мешалкой. Гашпили могут быть одинарными, спаренными или встроенными. В первом случае каждый гашпиль снабжен отдельным приводом. Для двух последних спаренных монтируют один привод, а их валы соединяют между собой через муфты включения. Гашпиль с передвижной мешалкой представлен на слайде. Мешалка смонтирована на раме, имеющие ходовые колеса. Они опираются на головки рельс, установленных и закрепленных на продольных стенках резервуара. Мешалка при перемешивании занимает крайнее нижнее положение. А при перемещении рамы вдоль резервуара ее поднимают в крайнее верхнее положение для перехода через поперечные стенки резервуара. Раму перемещают вручную и механически. Для ручного перемещения предусмотрена рукоятка. А для механического – ходовые колеса, которые приводятся в действие от цепной передачи. Оборудование загружают с помощью ленточного конвейера или вручную. Перед загрузкой каждой очередной партии шкур и в процессе тузлукования контролируют концентрацию тузлука. Тузлука по его плотности проверяют также кратность его использования, жидкостный коэффициент, объем воды, приходящийся на единицу массы обрабатываемых шкур. Плотность тузлука определяют по ориометру, дансиметру. При многократном использовании тузлука перед загрузкой очередной партии шкур его подкрепляют, добавляя сухую соль, в среднем 10% массы парных шкур. Кремниев, тористый натрий, 0,2% массы парных шкур. А также необходимое количество раствора соли для обеспечения жидкостного коэффициента. После перемешивания в тузлук загружают шкуры. Раствор тузлука без очистки можно использовать не более 5 раз. По окончании консервирования штабеля разбирают и шкуры сортируют в соответствии с действующим стандартом. Аппарат ПШАК предназначен для мокрого тузлучного посола шкур. Его длина составляет 18 метров. Он состоит из горизонтального вращающегося барабана, смонтированного на трех опорах на расстоянии 6 метров одна от другой. Внутри барабана предусмотрен шнек, охватывающий центральную трубу. Барабан набран из сосновых брусьев толщиной 100 мм. Шнек изготовлен из сосновых досок толщиной 70 мм. А центральная труба собрана из сосновых бревен, стянутых хомутами. Снаружи барабан окольцован обручами с винтовыми стяжками, установленными на расстоянии 220 мм. Поверхностью шнека объем барабана разделен на 14 секций. Из них 13 рабочих и одна для слива тузлука. Внутри рабочих секций смонтированы лопасти для перевертывания шкур и карман для сбора и перелива тузлука между секциями по принципу противотока. Для установки барабана на опорах предусмотрено три бандажа прямоугольного сечения. Крайние бандажи опорные, средний упорно-опорный. Все бандажи опираются на поддерживающие ролики, оси и подшипники которых установлены в стойках, смонтированных на опорах. Все поддерживающие ролики снаружи закрыты откидными кожухами. Средний бандаж, кроме того, снабжен двумя упорными роликами, оси которых установлены в стойках, закрепленных на опоре. Стойки поддерживающих роликов имеют упорные винты для регулирования положения барабана над уровнем пола. Конструкция всех типов аппаратов ПШАК единообразна. Отличие одного от другого – число секций барабана и длина. Все аппараты снабжены барабаном, внутренний диаметр которого – 3000 мм и внешний – 3200 мм. Ширина – 4,57 мм и высота – 4,25 мм. Длина секций рабочих – 1,2 мм и загрузочной – 1,5 мм. Полный объем секции – 7,85 мм кубометра. Масса шкур, загружаемых в рабочую секцию – 1 тонна. Объем туза лука, загружаемого в секцию – 2,57 мм кубометра. Полный рабочий объем секции – 3,6 мм кубометра. Загрузка одной секции – 4,1 тонны. Основные технические характеристики аппарата представлены в таблице на слайде. Мощность электродвигателя аппарата ПШАК-18 – 14 кВт. Масса пустого барабана – 49,3 тонны. Загруженного – 102,6 тонны. Установку Я-8ФОВ применяют для сухого посола и рулонирования шкур крупного рогатого скота. Посола овчин и шкур свиней. Она состоит из ленточного конвейера, шнековых конвейеров, сита, бункера, дозирующего и рулонирующего барабанов, смотровой площадки, механизма для очистки и электропривода. Принцип работы установки заключается в следующем. Парную обряженную шкуру укладывают на наклонный участок ленточного конвейера, мездровой стороной вверх, так, чтобы линия хребта была перпендикулярна к направлению его движения. Из бункера дозирующим барабаном с ячейками наносится равномерный слой посолочной смеси. Количество поступающей смеси регулируется в зависимости от вида шкур дозатором. Затем ленточным конвейером шкура подается к рулонирующему устройству, упруго гибкие элементы которого захватывают переднюю кромку движущейся шкуры и сворачивают ее в рулон. По окончании процесса включается кулачковый механизм, который поднимает рулонирующее устройство, давая возможность продвигаться рулону к месту выгрузки и возвращает его в исходное положение. Шкуры автоматически подаются в поддон для транспортирования и выдержки шкур в посоле. Излишки посолочной смеси шнековыми конвейерами подаются на сито, просеиваются и поступают в бункер. При консервировании овчин или шкур свиней операции аналогичны описанным, кроме рулонирования. Рулонирующее устройство находится в верхнем положении, применяемого только при обработке шкур крупного рогатого скота. В барабане Я-8 ФКМ выполняют механизированную двухстадийную обработку свиных шкур. Собственно посол и подсолка. Барабан из нержавеющей стали цилиндрической формы имеет загрузочно-разгрузочный люк, закрывающийся частично перфорированной крышкой. На внутренней поверхности барабана расположены пять полок. На наружной диаметрально противоположной люку лопасти для разгрузки сырья. Под барабаном имеется полуцилиндрический лоток. Над барабаном форсунки для орошения его холодной водой. После удаления прирези мяса, жира, навала, обряженные шкуры загружают поштучно в барабан с помощью конвейера или вручную. Посолочную смесь добавляют не менее чем в 3-4 приема по мере загрузки шкур. Барабан заполняют шкурами и посолочной смесью не более чем на 0,55 его объема. Причем посолочной смеси берут 20-25% массы шкуры. На стадии посола барабан вращается с частотой 36 в плюс-минус 1 оборота в минуту. В течение 2 часов, 2 часов 15 минут при непрерывном орошении его наружной поверхности водопроводной водой. Температура сырья на стадии посола составляет 15-25 градусов Цельсия. По окончании посола барабан останавливают, переключают на частоту вращения 18 плюс-минус 2 оборота в минуту и через перфорацию крышки отводят рассол, после чего барабан останавливают. На стадии подсолки в барабан загружают посолочную смесь 10-15% массы парных шкур и при закрытом люке обрабатывают шкуры при частоте вращения барабана 18 плюс-минус 2 оборота в минуту в течение 10-15 минут. Из вращающегося барабана законсервированное и подсоленное сырье выгружают на стеллаж. Его укладывают на поддон или тележку для стекания в течение не менее 3-6 часов, после чего подают на сортировку. В конструкции барабана предусмотрен подвод воды для его санитарной обработки и охлаждения. Барабаном управляют с пульта, оборудованного световой сигнализацией с удобным расположением кнопок. Подвижное ограждение сблокированное с электродвигателем привода обеспечивает безопасность эксплуатации барабана. Его применение позволяет сократить время консервирования шкур с 3 суток до 8 часов, высвободить двух человек, повысить производительность труда до 7% по сравнению с посолом вручную. Существенно уменьшить потребности в производственных площадях и расход посолочных компонентов, сохранить качество шкур, исключив их пороки при консервировании. Технические характеристики оборудования для сухого посола шкур представлены в таблице на слайде. В мясокомбинатах мощностью 100 тонн мяса в смену и более применяют механизированные линии посола шкур. Для посола шкур мокрым способом от туза лукования применяют линии с подвесными барабанами и аппаратами ПШАК. Линия с подвесными барабанами показана на слайде. Шкуры скота подаются ленточным конвейером в один из барабанов. После посола шкуры разгружают через люк на пластинчатый конвейер. Просоленные шкуры с конвейера укладывают на стеллажи или козлы. Рассол, который стекает со шкур, собирают и направляют на восстановление. После стекания рассола каждую шкуру подсаливают сухой посолочной смесью в штабелях, в которых выдерживают их до окончательного консервирования. Обработка шкур на линии с аппаратом ПШАК аналогично описаны выше. Отличие состоит в том, что шкуры крупного рогатого скота перед посолом в аппарате ПШАК непрерывного действия размачивают в моечном барабане. Снимают с них навал и прирези мяса на навалосгоночной машине. Свиные шкуры консервируют так же, как и шкуры крупного рогатого скота, но без обработки в моечном барабане и навалосгоночной машине. В механизированных линиях посола шкур крупного рогатого скота, свиней и мелкого рогатого скота сухими посолочными смесями используют так же барабан Я-8ФКМ, установку Я-8ФОВ и агрегат Я-1ФПГ. На линии обработки и консервирования шкур свиней с применением барабана Я-8ФКМ шкуры обрабатывают следующим образом. После обрядки шкуры подаются в машину ММ-2200К, мездровой стороной вверх. Расстояние между ними должно быть минимальным. Они подаются конвейером под дозатор, из которого посолочная смесь равномерно наносится на мездровую сторону шкуры. Нанесенную посолочную смесь подпрессовывают, шкуры снимают вручную, укладывают на поддон и направляют на складирование. Технические характеристики механизированных линий представлены в таблице на слайде. Оборудование для посола мяса. Мясо солят сухим, мокрым и смешанными способами. При сухом посоле мясопродукты натирают солью или посолочной смесью и укладывают в тару или штабеля, пересыпая каждый ряд солью. При мокром посоле мясопродукты укладывают в чины или бочки и заливают рассолом. Для ускорения проникновения посолочных компонентов часть рассола вводят в толщу продукта шприцеванием. Рассол вводят в продукт перфорированными иглами. Смешанный посол применяют при производстве свинокопчености и соломины. Продукты шприцуют рассолом, затем натирают посолочной смесью и укладывают в тару до образования маточного рассола. После чего их заливают свежим рассолом. Выбор оборудования для посола мяса определяется технологией мясопродуктов. При производстве колбасных изделий мясо предварительно измельчают и смешивают с посолочными компонентами в мешалке или кутере. Для посола мяса при приготовлении фарша, при производстве колбасных изделий и полуфабрикатов применяют комплекс оборудования А1ФЛБ. Его используют при горизонтальном и вертикальном потоке сырья. В комплекс оборудования А1ФЛБ для посола мяса входит следующее оборудование. Два волчка К6ФВЗП-200, два подъемника К6ФПГ-500, три фаршевых насоса А1ФЛБ-3, площадка, основание, весовой бункер А1ФЛБ-2, смеситель со шнековой выгрузкой А1ФЛБ-1, рассолопровод, охладитель-дозатор А1ФЛБ-4, щит контроля и управления, стол, а также насадка, релейно-пневматический щит и щит питания. Оборудование комплекса может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме. Посол мяса осуществляется следующим образом. Сырье, говядина, свинина из цеха обвалки и жиловки в напольных тележках, горизонтальный поток, транспортируется к гидроподъемнику К6ФПГ-500, с помощью которого выгружается в приемные бункера соответствующих волчков К6ФВЗП-200. При вертикальном потоке сырье поступает в бункера волчков по спускам, выходит из них в измельченном виде и поступает в приемный бункер насоса А1ФЛБ-3. По мере накопления сырья в приемном бункере насоса не менее 200 кг включается в работу насос, который периодически по фаршепроводу подает сырье в весовой бункер для отвешивания порции, равной 125 кг. Отвешенная порция автоматически выгружается в мессильное корыто смесителя А1ФЛБ-1, куда подается из насоса-дозатора пищевой рассол из расчёта 10 кг на 100 кг сырья. Загрузками сильного корыто за один цикл составляет 275 кг, 250 кг сырья и 25 кг рассола. Сырьё смешивается с рассолом спиралиобразными шнеками в течение 3-4 минут. По окончании смешивания готовый продукт транспортируется шнековым выгружателем, встроенным в смеситель, в тару для созревания. Посол мяса при производстве колбасных изделий осуществляется также в посолочных агрегатах. Посолочный агрегат состоит из волчка-дозатора сухих посолочных веществ или их растворов и мешалки, периодического или непрерывного действия. Рассол может подаваться непосредственно в область режущего механизма волчка, в шнековый смеситель, устанавливаемый на входе из волчка или в мешалку. При ускоренном 6 часов посоле мяса для варёных колбас его измельчают на волчке до размеров частиц 2-3 мм и смешивают с насыщенным рассолом температурой 10-12 градусов Цельсия в соотношении 10% массы сырья. Технические характеристики посолочных комплексов и агрегатов представлены в таблице на слайде. Для выдержки мяса в посоле применяют различные ёмкости. Тазы, чаны, подвесные ковши, бункеры, напольные ёмкости и другие. Шприцевание мясопродуктов проводят посолочными шприцами. Посолочный шприц состоит из резервуара с рассолом. Резиновых шлангов для подвода и отвода рассола. На выходном шланге установлен шприцевальный кран с иглой. После укола иглой под давлением поступает рассол. Уколы проводят по всей поверхности продукта. Несколько уколов делают в сочленении костей. Недостатком шприцевания в мышечную ткань является нарушение её целостности, что приводит к вытеканию части рассола обратно. Многоигольчатый шприц Я-2ФШУ относит к группе посолочных автоматов. Он входит в состав линии производства ветчины в оболочке Я-2ФВО. И предназначен для шприцевания рассолом костного и бескостного мясного сырья при производстве продуктов из свинины. Шприц можно применять как в составе линии, так и в качестве самостоятельной единицы в комплекте с машиной Я-2ФММ для массирования мяса. Шприца состоит из шприцовочной головки, пластинчатого конвейера, поддона, привода, станины, фильтра, бака, демпфера и кожуха. Шприцовочная головка представляет собой сборную конструкцию из цилиндрических направляющих. Двух коллекторов для подвода рассола, кронштейнов для крепления нижних направляющих, предназначенных для размещения между ними блока шариковых затворов и полых подпружиненных игл. Шариковые затворы и втулки являются подшипниками скольжения и обеспечивают поступательное движение игл в период шприцевания рассола в мясное сырье. Сырье для шприцевания подает пластинчатый конвейер, который состоит из стола, приводного и натяжного валов с закрепленными на них звездочками, двух стенок, скрепленных стяжками, спуска и трех текстолитовых направляющих для пластин ленты. Конвейер устанавливают на поддон, представляющий собой сборную конструкцию из сварного корпуса замков, двух стаканов со встроенными втулками и деталей крепления. Поддон предназначен также для сбора рассола и возврата его через фильтры в бак. Рассол единовременно хранят в сварном баке с фильтром, который очищает рассол на всасывающем патрубке насоса. Постоянное давление в системе подачи рассола в коллекторы шприцовочной головки поддерживается с помощью демпфера, который включает корпус, гайку, ниппель и штуцер. На станине размещаются все механизмы привода конвейера и шприцовочной головки, насос с регулирующей аппаратурой, бак, а также все узлы и детали шприца. Привод представляет собой мотор-вариатор, на валу которого закреплены кулачок для передачи движения приводному валу пластинчатого конвейера через рычажную систему и храповый механизм. И кривошип для передачи возвратно-поступательного движения шприцовочной головки. Шприцовочная головка закрыта кожухом сборной конструкции. Она состоит из обечайки и двух откидных крышек из оргстекла. Кинематическая схема привода шприца представлена на слайде. И включает в себя мотор-вариатор 1, от которого через кулачок 2 и рычаги 3 передается возвратно-поступательное движение храповому механизму 4. Последний, находясь на валу 5, поворачивает звездочку 6 на определенный угол и перемещает ленту 7 пластинчатого конвейера на соответствующую длину. От мотор-вариатора приводится во вращение кривошип через тяги 9 и поперечину 10, кривошипа 11. Передается возвратно-поступательное движение штангам и шприцовочной головки 8. Работа шприца состоит в следующем. Подготовленное сырье для производства изделий из свинины вручную укладывают плотно друг к другу на ленту 7 конвейера. Включают привод шприца, мотор-вариатор и насос. Мотор-вариатор 1 одновременно приводит в действие кулачок 2, от которого получает движение конвейер на шах 22 мм и кривошип 11, приводящий в возвратно-поступательное движение шприцовочную головку 8. При остановке конвейера шприцовочная головка 8 перемещается в нижнее положение, дойдя до сырья останавливается, а иглы продолжают перемещаться вниз. Выйдя из шариковых затворов, расположенных между направляющими, иглы прокалывают сырье и пройдя по его толщине нагнетают рассол. Шариковые затворы обеспечивают наличие рассола в иглах до начала и в конце шприцевания. По мере прохождения игл шприцевой головки по толщине сырья рассол разбрызгивается через отверстия, образованные иглами. Подачу рассола под давлением обеспечивает насос. При попадании какой-либо из игл на кость, в случае посола мясокостного сырья, эта игла останавливается за счет пружин сжатия, которыми снабжены иглы. При этом остальные иглы продолжают движение. С целью компенсации падения давления рассола в полости игл во время шприцевания, в рассолоподающей системе установлены два демпфера. Посоленное сырье конвейером подается к месту выгрузки, откуда по спуску поступает в тележку, установленную под конвейером. Неиспользованные при шприцевании рассол проходят через очистительные фильтры. Посолочный комплекс ДИПК-01 применяют для посола мясного сырья. Емкость наполняется рассолом, включается компрессор и сжатый воздух через воздушный фильтр поступает в емкость, заставляя рассол по шлангу двигаться к инъектору. После введения иглы в ткань мясного сырья нажимают на рукоятку, рассол через иглу поступает в мышечную ткань под давлением. Оборудование изготовлено из нержавеющей стали. Габаритные размеры инъектора при массе 1,1 кг составляют 460 на 40 на 65 мм. Рабочего стола 1220 на 610 на 1300 мм. Вместимость передвижной емкости 100 литров. Производительность компрессора 0,5 кубометра в минуту. Установленная мощность компрессора 4 кВт. Посолочный автомат ФАП предназначен для механизации внутримышечного посола мяса. При производстве копчености из говядины, свинины и баранины. Его применяют в колобастых цехах мясокомбината. Как правило в комплекте с установкой массирования мяса ФУМ и конвейером ФТБ. Станино-автомата сварная коробчатая конструкция, закрытая с боковых сторон крышками, дверцами и выдвижными прозрачными пластинами с резиновыми шторками. На боковой стороне находятся органы управления и контроля. В нижней части приемного лотка расположены рециркулеционные фильтры для слива остатков рассола. Конвейер – это сварная рама с валами, на которой натянута сборно-металлическая пластинчатая лента. Кассеты с иглами и пружинами размещаются в верхней части станины. Снизу они закрыты резиновыми прокладками, через которые проходят иглы. Электронасосы, соединенные с электродвигателями в единую модульную конструкцию, установлены в нижней части станины. Соединяясь гибкими трубопроводами с ресиверами и через выходные патрубки с сетчатыми фильтрами. Мясное сырье солят, впрыскивая в него через инжекторные иглы рассол. Электронасосы всасывают его через сетчатые фильтры из резервуаров и подают через ресивер в запирающий клапан к иглам. Рассол впрыскивается только в момент нахождения игл в сырье. Давление впрыска регулируется в диапазоне от 0 до 0,5 мегапаскаль. Излишки рассола направляются через особые фильтры в соответствующий резервуар. Ленточный конвейер движется только в те моменты, когда иглы находятся вне мяса. Все иглы снабжены пружинами сжатия, обеспечивающими шприцевание как бескостного, так и костного сырья. Автомат позволяет плавно регулировать частоту и шаг движения конвейера. При необходимости сырье загружается конвейером ФТБ в емкости для массирования. В таблице на слайде представлены технические характеристики посолочного автомата. Установка фирмы Ласка Австрия для тумблирования под вакуумом работает следующим образом. Сырье подается конвейером в многоигольчатый шприц. И после введения рассолы ленточным конвейером загружается цилиндрический контейнер вместимостью 1 кубометр. Бескостное сырье обрабатывают в цилиндрах с тремя полками пластинчатого типа. Костное в цилиндрах с четырьмя полками округленного профиля. Контейнер загружают на 40-50% его объема. Герметически закрывают крышкой, переводят в горизонтальное положение и устанавливают на два приводных валика, которые вращают барабан. Сырье тумблируют под вакуумом 50 кП. Управление установкой дистанционное с пульта. Посоленное сырье после снятия крышки выгружают с помощью разгрузочного устройства из контейнера в емкость для транспортирования к месту его последующей обработки. Дополнительные выдержки в посоле или формовании. Установка фирмы Langen Нидерланды предназначена для шприцевания и тумблирования сырья, также в условиях вакуума. Она работает следующим образом. Контейнер с сырьем подается к установке и герметично укрепляется фланцами на загрузочной горловине. Затем установка с контейнером приводится во вращение. Сырье перемещается из загрузочной емкости контейнера последовательно в емкости с полыми иглами для его шприцевания и с иглами для прокалывания. Рассол подается в период нахождения полых игл в сырье. В торцевой части шприцовочной емкости размещены 4 группы игл, по 76 в каждой. При частоте вращения 8 оборотов в минуту обрабатывается 500 кг сырья в течение 30 минут. Установка работает в автоматическом режиме. Для массирования мяса при пассоле выпускаются также и другие установки и массажеры. Принцип их работы аналогичен описанному выше. Появление неисправностей в работе отдельных узлов, механизмов и деталей оборудования может вызвать снижение производительности и эффективности обработки сырья. Внимательный уход, быстрое устранение обнаруженных дефектов и своевременный ремонт дают возможность поддерживать оборудование в рабочем состоянии, предупреждать возможные перебои в работе. А далее рассмотрим требования безопасности при эксплуатации оборудования для пассола мяса и шкур. Тазики, чаны, ковши, используемые для пассола мяса, должны иметь гладкую, без острых кромок и заусенцев поверхность. При выдержке в пассоле сырья в тазиках или на рамах и в ковшах следует соблюдать допустимые нагрузки на путевые балки подвесных путей. Для рам с тазиками 500 на 1000 мм на 14 тазиков 900 кг на погонный метр. Для ковшей с откидным дном вместимостью 300 кубических дециметров 500 кг на 1 погонный метр. Для опрокидных ковшей вместимостью 250 кубических дециметров 500 кг на 1 погонный метр. Допустимая удельная нагрузка на 1 погонный метр подвесного пути должна быть обозначена на трафарете, вывешена на видном месте в начале и конце подвесного пути. На пневматической линии установки для пассола свинокопченостей должны быть установлены предохранительный клапан, манометр и регулятор давления воздуха. Рабочий обслуживающий установку должен быть обеспечен защитными очками, резиновыми перчатками, непромокаемым фартуком. Посол и укладку шкур в штабеля необходимо выполнять в соответствии с действующей технологической инструкцией. При этом расстояние штабелей не должно быть менее до отопительных приборов 1 метра, до стен полуметра, между штабелями 0,2 метра, высота штабелей не более 2 метров. Ширина проездов между штабелями должна быть не менее максимальной ширины напольного транспорта с грузом плюс 0,8 метра. Транспортировать шкуры к местам их обработки следует с помощью различных механизмов или по спускам, которые должны быть прочными, легко очищаться, исключать выброс сырья и обеспечивать плавное его передвижение. Приготовление консервирующих смесей и тузлучных растворов следует проводить в отдельных помещениях, оборудованных эффективной при точно-вытяжной вентиляции. Рабочие допускаются к приготовлению сухих посолочных составов и тузлучных растворов с применением кремниевтористого натрия только после инструктажа о его ядовитых свойствах и мерах предосторожности при работе с ним. Им необходимо обеспечить спецодежды из плотной хлопчада бумажной ткани, прорезиненными фартуками, рукавицами, защитными очками и респираторами. На рабочих местах приготовления посолочных составов и тузлучных растворов с применением антисептика, например, парадихлорбензола, кремниевтористого натрия, нафталина, должны быть вывешены предупредительные знаки со смысловым значением осторожно ядовитые вещества и инструкции по безопасному проведению работ. Кремниевтористый натрий необходимо хранить на складе и отпускать только с разрешения начальника цеха консервирование шкур. Антисептик следует отпускать только в количестве необходимым для приготовления суточного запаса консервирующего состава или тузлука. Остаток кремниевтористого натрия должен быть возвращен на склад. На дверях складов и внутри них должны быть вывешены предупредительные знаки со смысловым значением осторожно ядовитые вещества. А на наружной стороне дверей также знаки, запрещающие курить и пользоваться открытым огнем. Хранение и прием пищи в рабочих помещениях, где работают с кремниевтористым натрием, запрещается. По окончании работы с антисептиками рабочие должны тщательно мыть руки, а после работы обмываться под душем. Хранить соль для посола мяса допускается в специально предназначенных для этой цели складах. Слежавшуюся соль следует взламывать пневматическими молотками, кирками и ломами, начиная с верхних слоев бурта, оставляя небольшие уступы до основания. Оставлять верхний слой в виде козырька запрещается. При кирковке слежавшейся соли необходимо применять защитные очки. Оставлять верхний слой в виде козырька запрещается. При кирковке слежавшейся соли необходимо применять защитные очки. Переноска соли вручную запрещается. В этом видео мы рассмотрели оборудование для посолки шкур и мяса, а также требования по безопасной эксплуатации этого оборудования. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!